Гебел-вей 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 нау! Гебел-вей гебел-вей Гебел-вейнау! Нау! Тоже так могу как перцы Петь Не я... Что?! У меня вообще этот альбом Блэк блэк Чуть забыл как его называть Он меня сильно башню снил в девяносто первом. Я прям такой, а что так можно было? Поэтому я так, с такой ненавистью и презрением высказывался о Road Hot Chili Peppers, потому что близко это мне все это растеряно. Ну, к счастью, можно все это находить в современных группах. Вот, например, сегодня альбомчик пиздатый, всем советую. Очень грязный вот такой звук настоящий, тоже непонятно где записано, тоже вот люди экспериментируют со звуком. Лейбл это провокаторы, они говорят, а ты нарушаешь их правила. Для этого они существуют, чтобы ты имел возможность, открыл себе способность нарушить их правила. И вот только тогда и возникнет что-то интересное. Всему свое время вы обязательно дождетесь того момента, когда вас примут такими, какие вы есть. Просто терпение. Это же тоже практика. Вы же в практике, в медитации находите, там своя история складывается для вас, чтобы вам было понятно и непонятно. Непонятно и понять нельзя, но как только ты это понимаешь и принимаешь, все становится понятно. Как управлять всем, а как все создается, ты знаешь? Вот то, чем ты хочешь управлять. Надо сначала понять, как оно возникает, чтобы этим управлять и понять, что это. Это все. Такой мультфильм. Как мультфильмы делаются? Придумываются. Так же и всем управлять. Придумывать. Придумываешь и управляешь. Как все создается в этом мире? Люди берут и придумывают. И все. Ну, ты должна не забывать. Ты же хочешь чего? Управлять вот так вот, как волшебной палочкой. А ты должна не забывать, что этот мир – отражение тебя. И люди, которые вокруг, они тоже тебя отражают. То, что ты думаешь, что и у них отражается. По-своему. Ты никогда не угадаешь в этом себя, если не будешь это знать. Все время будет казаться, что все по-другому думают, что все не так, как ты чувствуют. Оно все одинаково. Оно все как бы идет в отражение. Просто в тех или иных интерпретациях тебе эти отражения показываются. И вот как только ты научишься управлять чем-то, повелевать, подобно волшебной палочкой, что-то там менять, изменить, так сразу все вокруг. Так же зеркальный начнется. И представляешь, что будет? Все вот эти люди, 8 миллиардов, начнут так же управлять этой реальностью. И пиздец тебя сомнет просто внутри вот этой вакханалии, вот этого беспредела. Так что ты одна не сможешь всем управлять. Одна такая особенная, такая королева. Оп, и все такое изменилось. Скатерть-самовранка. Она сразу у всех появится, такая же скатерть, как и у тебя. И такой же ковер-самолет. И все будете летать на этих коврах. Охуеете, блядь. Место не найдете в небе. Дестать запариваться из-за веса никак ты не перестанешь. Это вот ты в этой программе будешь париться все время. Ничего не получится. Только вот выйдешь на духовный путь, начнешь медитировать, поймешь, что все мысли не твои, как ты это сделаешь? Ничего ты с этим не делаешь. Вроде лишнего веса нет. Ты худая. Не могу перестать из-за этого переживать. Потому что переживания не твои. Это программа, которая в тебе просто происходит, как дует ветер. Как остановить ветер? Как остановить реки, впадающие в море, чтобы море высохло? Никак. Оно будет. Это просто происходит. Это мысль. А ты с ними отождествляешься. Мысли не твои. Они просто хуячут. Как матрица. Это я. Как перестать. Для начала перестань их озвучивать. Писать, задавать вопросы и всем жаловаться. Иначе твой ум тебя в этом реализует. В твоих жалобах, в твоем желании страдать. Ты страдаешь и как бы попал в такой творческий процесс ума. Он тебя реализует в своем творческом самовыражении. Ты выражена в этом уме, как страдающая из-за веса. Еще и жалующаяся. Везде спрашивающая у всех. Проще говоря, мужика тебе хорошего надо, который полюбит тебя такой, как ты есть. И по жопе по твоей толстой. Обнимет тебя, заломает в постели. И все забудешь сразу о лишнем весе. А как такого мужика найти? Не ждать его, а просто... Потому что ты мужику, то и он тебе. Просто радуйся мужчине любому. Что он есть. Что он появился в твоей жизни. Любой мужчина. Самый даже, как тебе кажется, еблан. Вот и радуйся ему. Вот и смотри на него. Что-то в нем не нравится. Берешь и вот то, что тебе не нравится. То, что тебе в нем не нравится, вот в это и смотри. А не нравится ли тебе это? Или это что-то такое вообще вылезло? Какая-то... какой-то змей какой-то. Вот ты змеей дави. Будь гераклом в этой жизни. Дави змей этих, которые вылезают и говорят, мне не нравится. Вот как творчески подходи к этому вопросу, как решить ту или иную проблему. Творчески. Представляешь, что эта проблема это змеи или еще какое-то животное, которое тебе противно. Таракан, блядь. Вот и дави его ногами прям. Поиграй с этими ощущениями. И они перестанут быть, поменяют свое значение. Они перестанут быть теми, за что ты их принимаешь. Они станут просто тараканами, змеями, еще чем-то. Ну, еще попроще можно. Змея все-таки страшное животное. А вот таракашка, прибей его. В жизни тараканов бить не надо. А вот представить себе тараканов в уме. Так же, как и людей не надо бить, с ними бороться. Но представить себе какого-то еблана можно, которому ты аккуратненько так. Ну вот, я дуду управлять и сделаю мир на земле. Дуду ты будешь, ты дуду будешь миром управлять. Обязательно ли идти в трип, чтобы понимать? В предварительном состоянии 2,5 гг. стали понятны многие ваши слова. Нужен ли мне трип или это достаточно? Я по трипу мне советчик, что вам нужно. А вы сами решайте, чего вам нужно. Трип вам нужен. Я все уже про трип и сказал. Вот. Вы опять спрашиваете, нужно ли вам всовать пальцы в шестеренки работающие. Нет. Наверное, нет. Вопрос очевиден. Чего вам в трипе делать? Можно только ходить в погружение, в медитацию. А если вы хотите в медитацию проникнуть при помощи гриба, вам нужен проводник, специалист, который вас направит, что это экспресс погружение. Это не просто вот вы сели и медитируете, а это вас туда вбросили, вкинули и вы нырнули туда. Для этого нужен проводник опытный. Вы просто утонете, захлебнетесь в ужасе. Поэтому какой нахуй трип? Дружище, слушайте меня внимательно. Я никому никаких трипов не советую. Обсуждаем только микродозинг. Трип это экспресс. Это, блядь, такой читинг, который очень может плохо закончится. Только специалисты, только опытные проводники могут вас туда отправить. Существует тонкая грань между хорошими и плохими несовершенствами. Ты можешь сыграть не на том ладу или задеть лишнюю струну, и будучи самокритичным человеком, ты сразу захочешь это исправить. Однако очень важно послушать эти вещи еще раз. Как только ты перестаешь бороться с ошибками, ты начинаешь ждать их, ты начинаешь приветствовать их, ты миришься с ними. Это одна из тех вещей, которую любит дух музыки. Если у пластинки нет ошибок, у пластинки нет вайба. Так же и жизнь. Так же и жизнь. Ошибки. Это то, что нужно ловить, как рыбку. Сидишь и ждешь, когда произойдет эта ошибка, чтобы не проебать этот момент, чтобы не позволить уму взять и исправить ее. Исправить и на этом вот заработать. Он думает, что вот надо вот быть правильным. Ум, и для этого и существует, чтобы быть правильным. Создавать вот эту иллюзию правильности. А ты берешь, при помощи этого же ума, уже ты им и являешься, он не отдельно от тебя, это он и есть ты. Но это как бы он, как бы ум, как бы отдельно. Берешь и ошибку эту ловишь. Это и есть творческий процесс. Вот это творчество жизни. Это поймать ошибку. Поймать свою ошибку и построить из этого свою реальность. Из этих ошибок. Казалось бы, то, что неприемлемо, то, что неправильно и является жизнью, то, что невозможно, не нужно, лишнее, оно является частью нового. Но новое, оно никогда не станет новым. Оно всегда, вот оно стало новым, дальше оно все, дальше опять. И вот это и есть жизнь. Ты ловишь эти ошибки и наслаждаешься этим магическим процессом. Создание из ошибок, из ненужного, из затхлого, из прошедшего, из умершего, или из незамеченного, или из неважного, важное. Ну, это и есть жизнь. Придание важности. Там, где ее нет, где пустота. Ошибка это вот та же самая идея пустоты. Пустоты нет. Это всего лишь идея. Мы берем ее и создаем из нее ничто. Не знамо чего. Это работает как в музыке, так и просто в вашей повседневной жизни, в общении с близкими, с родными. Вам всегда кажется, что что-то не то происходит. Вот на это и обращайте внимание. На вот это не то. Ну, это неправильность. Сделали что-то неправильное? И мучаетесь. Сидите. Бля, что сказал? Не бросай эту неправильность. Продолжай ее. Развивай. Хуйню сказал. Развивай. Делай из нее что-то такое. Не закрывайся. Типа, ой, извините, хуйню сморозил. Продолжай ее. Она не хуйня. В ней вот сейчас родится. Все думают, что хуйня. Все сказали, что ляпнул, ебанул. Что-то вообще лишнее. Кретин, идет, дебил. Продолжай. Пусть Бог и выглядит дебилом. Продолжай. Не бойся. Дальше развивай ее. Ну, не получится, так не получится. Главное, попробуй. Ну, это важно. Попробовать. Экспериментировать. Творить, выдумывать, пробовать. Получится. Ты в этом будешь первопроходцем, героем. Первопроходцем по этой ненужности, по этой глупости. Пройдись по ней. Не отбрасывай ее. Не бойся ее. Потому что мы отбрасываем глупость, потому что боимся выглядеть глупо. А это и ловушкой является. Там-то и спрятан священный Грааль. Вот его и... Где он? Надо куда-то идти, какие-то загадки отгадывать? Нет. Все просто. Он под ногами валяется. На мусорке. Вы это выбрасываете каждый день. Посмотрите, что вы выбрасываете. Я не говорю в прямую копаться в мусоре. Зачастую выбросить все то, что кажется нужным, казалось нужным, выбросить. А это не значит, что то, что кажется ненужным, не надо выбрасывать. Выбрасывайте. Выбрасывайте. Я все-таки говорю про ментальное состояние. Это не всегда с вещами связано. От вещей лучше избавляться. Оставить одну вещь, с ней поработать. Или тогда загружайте полностью свою квартиру. Хламом живите в нем. Хлам, пыль, детали. Ну, будьте в этом хозяином, властелином этого хаоса. А не страдайте внутри этого. Все зависит от того, какое ваше отношение. Счастливы ли вы в этом хаосе? Или вы жалуетесь на что-то? Вот тут быстро поймать себя. Этот процесс, где, откуда, из какого места возникает жалость. Посмотреть, как она возникает. Что значит посмотреть, из какого места жалость возникает? Или вообще какое-то чувство, желание или недовольство? Это значит, понять, что оно ни из какого места не возникает. Это значит, что ее нет. Это просто идея. Просто мысль. Перестав отождествляться с которой все закончится. Все плохое. Страдание ваше закончится. все успокойтесь проспетлеете а когда чувствуешь себя херово и к этому состоянию прикручиваешь комментарий как с этим быть не прикручивать к этому комментарий не прикручивай вот не прикручивать не получится пробу следующий раз так далее пока не получится на вот задача медитации не комментировать то что происходит само по себе мысли которые возникают мы их сразу начинаем комментировать сразу начинаем их озвучивать записывать выдавать за свои они не ваши они просто пишешь потоком также как и творческий процесс написание музыки все не ваша и это драм драматизм ситуация заключается в том что вы спешите присвоить то что у вас получилось само собой и дальше пытаетесь это поставить на поток тиражировать и все она заканчивается какой талант закончился как только вы вот это вот поймали штуку что оно получилось и вы пытаете повторить она не повторяется а когда вы отдаетесь этому состоянию что у вас оно получается само вы не присваиваете это вы просто как бы вот радуетесь этому этой возможности но появляются вокруг вас люди продюсер давайте мы это продадим упакуем представим вылежим вычистим звук поправим оформим и все и говно получил как в рад ход чилипе просто случай вот поэтому вот это присваивание себе чужого не твоего как бы не твоего как бы через все ты понятно что это поток мыслей он просто автоматически происходит как брызнул краску она полетела не ты же ее траекторию направляю дальше вот распределяешь как какой капли куда упасть ты просто покинула она сама дальше там падает вот и ты такой сможешь о ахуенно получилось она у тебя получилось или она сама получилось вот вопрос вроде у тебя вроде ты кинул краску но легло она сама как-то без его дальше ставишь свою подпись и показывать а как ты это сделал секрет ищи пробуй находить там где казалось бы хуйня возможность выразить эту реальность не себя а реальность выразить в себе через себя и и и обнаружить ее поймать ну и мы есть реальность но то кто именно мы мы ее ловцы мы ее интерпретаторы каждый человек в этой жизни внутри этой реальности внутри жизни он интерпретатор этой жизни он является ее частью он и есть она то есть он создан этой жизнью он создан этим движением которое это движение наблюдает которые это движение интерпретирует переводит это в творчество как чисто в творческий акт в рамках искусства так и вообще в творчестве как самой жизни как процесс мысли как процесс взаимодействия с людьми как создание своей личной истории жизни своего сценария внутри которой ты проявляешься как артист не только те артисты которые на сцене или в кино а вот те которые просто живут то те же самые артисты те же самые роли нужно доводить до абсурда то чего хочешь избавиться но не можешь ну да типа изжил изжилась чтоб скорее всего это надо делать чувствами потому что если ты хочешь избавиться от жизни да то не надо доводить до абсурда этот процесс скорее с мыслями вот то что те то чего боишься доведите до абсурда то чего там чего тут в мыслях твоих происходит вот прям измыслись доведи эту мысль до абсурда внутри себя но это и есть процесс медитации наблюдения за тем как мысль твоя что она вообще такое что за червяк такой прыгает дергается вот смотри на него просто мысль она падает 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 одна за другой чуть подальше найдешься выше там просто миллиард миль триллионов их этих мыслей и чего за каждую цепляться пусть падает ты сам эта мысль просто сгусток как эти сгустки до люди это сгустки гуски чего мыслей а мы находимся внутри этого потока его бы сгусточек такой появляется в виде человека ты есть эта мысль зачем тебе еще отождествляться с теми из чего ты уже создан с чего-то уже есть машине обязательно как только это понимаешь осознаешь перестаешь сделать все свобода свобода все заканчивается хуйня хуйня заканчивается есть такая опция в этой жизни и все не по-настоящему все как бы игра такая тут каждый живет в лизорном пузыре иллюзии да и каждый каждый сорт сыра тоже сыр как а это тоже сыр который привезли тоже сыр сыр вот оп и лови эту мысль как она хочет опять что-то там спросить выдохнул и проснулся очень просто вообще прощение некуда и все а дальше уже они мысли сами идут от персонажа какие-то ты их не трогаешь просто муж как персонаж твой сам все делает идет куда-то деньги зарабатывать общается хуйня и страдает хуйню делает по отношению кому-то и сразу наблюдай а как бы а как она будет как она вернется а возвращается хуйню и той же вот и джойстик этот в руках держи и своим персонажем управлять странно вроде ты есть он и вроде ты еще как бы снаружи и вроде как бы такая фантазия потому что все чего ты можешь это нафантазировать то есть самого инструмента механизма точного механизма как управлять реальность его не существует но ты можешь представить себе придумать как бы притвориться вот тип такой джойстик ты им управляешься своим аватаром как бы аватар придумать может все что угодно вот смотришь а как как каков закон вот этой жизни том что все как бы тебе тебе а а тебе рассказывает все от реальность рым тебя показывает до ладно что не до тонио будет это шкаф не и до доладно ты ее посмотреть до科 шкаф fast capital Raj кампании точно такой Creator как этот в школе чтобы по методике ненавийный такой ск miu и этого нету какие ты это я не я я кошка достаточно которой это я не Permone за такие как шкафы прикольно очень смешно может быть когда начнешь обнаруживать ну зачем это просто знать на что это так не обязательно все имеет смотреть просто до шизухи можно досмотреться они всегда на чеку сбой дала на вы забрали тебя будь аккуратен кто тебе еще покажет что ты шизанулся врачи расскажут об этом очень просто и убедительно поэтому не надо наблюдать она сама наблюдается ты есть это наблюдение все наблюдение и ты внутри наблюдатель как ты будешь наблюдать если ты уже наблюдатель зачем тебе как-то искать а как наблюдать тут все уже ты создан для этого ты как бы персонаж этого мультфильма задача которого не знаю там плыть на кораблике как плыть на кораблике тебя уже нарисовали и посадили в этот кораблик ты плывешь все ты есть этот мышонок в лодочке блять говорящий все не надо ничего делать оно все уже само делается хуйня не страдает иначе хуйня начнет страдать тобой все пока